Ваши 8 лет там строгого режима. Шикарный комментарий. Обвиняемый Николай Максимов старался сохранять хладнокровие, но в какой-то момент все же не сдержался и высказался. Дело в том, что государственное обвинение запросило для него 9 лет лишения свободы. Депутат Госсовета Нижнекамска с предъявленными ему обвинениями абсолютно не согласен. Максимов летом 2016 года, являясь учредителем и редактором газеты «Ленинская правда» в НК в городе Нижнекамска, республике Татарстан, подготовил сведения, порочащие честь и достоинство, а также подрывающие репутацию депутата Государственной Думы Российской Федерации Хайрулина и его родного брата, являющегося генеральным директором завои Дельвейс Корпорейшн. Однако дело было возбуждено не по статье распространения заведомо ложных сведений, а за вымогательство. По версии следствия, тираж в количестве 94 тысячи экземпляров Николай Максимов не стал распространять, а предложил Айрату Хайрулину выкупить тираж за 1 миллион 800 тысяч рублей. Во время передачи денег и произошло задержание. Сегодня Вахидский районный суд приговорил обвиняемого к 4 годам лишения свободы условно. Ответчик был возмущен таким решением. Дело очень сомнительное. Практически, во-первых, это была чисто коммерческая операция с моей стороны. Никаких не было, так сказать, потугов на то, что это сделать в смысле какого-то вымогания и так далее. Во всем деле нет никаких данных, что кому-то чего-то где-то вымогал. Абсолютно отсутствует, полностью. Стоит сказать, что на одном из последних заседаний Ильшат Хайрулин просил суд не наказывать Максимова слишком строго. С сегодняшним приговором истец полностью согласен. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте Мобильный Репортер 24.